В феврале текущего года в семье Галины и Сергея Смагиных произошло значительное пополнение. Сразу восемь мальчиков и девочек называют их мама и папа. Своих, как принято говорить, по крови из них только двое, но по признанию самих родителей этот факт совершенно не влияет на духовную степень родства и близости остальных. С момента знакомства прошло чуть больше двух месяцев, но этого вполне хватило для того, чтобы и малыши, и взрослые почувствовали себя единым целым, настоящей семьей. Что я чувствую? Мне хорошо, мне нравится, я довольна. Все хорошо, у нас обычная семья, к детьми у меня все хорошо. Дети у меня очень хорошие, слушаются, помогают. Не знаю, мне очень нравится с ними общаться. Я вот иногда, бывает, покушаем, и мы еще не расходимся, мы сидим, болтаем. Мы с Сонькой смеемся, Илюша на что-нибудь такое может сказать. Просто мне нравится идти с ними разговаривать, общаться с ними. Если не углубляться в формальности и официальные формулировки, то, приходя в новый дом Смагиных, понимаешь, что здесь поселилось настоящее счастливое детство. С ароматом свежеиспеченных пирожков, игрушками, чтением книг, разговорами по душам, порой даже ссорами, но обязательным условием – ощущением каждого членом большой и дружной команды. Ребенок очень чувствителен к атмосфере в доме и по-настоящему раскрывается, когда чувствует себя абсолютно защищенным. Только в таких условиях чаще всего дети начинают интересоваться учебой и находят любимое хобби. Мы играем в куклы обычно, а иногда в настольные игры. Дружим мы хорошо, и тут со всеми, в принципе, подружились. Иду играть в футбол в одно касание, с мячиком играемся, в теннис играемся, рисуем мелками на улице. Я хотел бы пожелать всем белорусским семьям счастья, любви, чтобы все было хорошо. Я считаю, что каждая семья должна быть дружной и счастливой. Когда история семьи Смагиных в таком расширенном составе только начиналась на торжественном открытии детского дома семейного типа в феврале, самая младшая девочка, трехлетняя София, постоянно пряталась от чужих людей и закрывалась ручками, если кто-то подходил к ней или пытался заговорить. Сегодня эту маленькую принцессу, не узнать ее активности, задору, говорливости и любознательности можно только по-доброму позавидовать. И это, пожалуй, самый главный и правильный индикатор того, что сегодня семья для каждого из этих ребят – не просто слово, состоящее из пяти букв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok